Друзья, всем привет! С вами Рустам. В первую очередь хочу извиниться, что в последнее время у нас не было роликов про машины. Это все связано с тем, что я был в отпуске. И плюс куча других материалов, которые мы до сих пор над ними работаем. И совсем недавно вышел ролик, где я со своим знакомым Алексом и с Дианой мы поехали на гонки посмотреть на моторные лодки. Кстати, Диана уехала, покинула нашу страну. Надеюсь, что ненадолго. Мы все ее ждем где-то к октябрю. Поэтому скажу сразу, что до октября не ждите откровенных роликов. Но, тем не менее, у нас очень много материала. Все это будет. Просто имейте терпение. Сегодня у нас что-то новое на нашем канале. Впервые на своем канале я делаю тест-драйв. И начнем с этой машины. Это Skoda Fabia 2010 года. В трехциллингеровом моторе. Это бензин. Это 1.2. Кстати, если нас сейчас смотрят девушки, мамы, эта машина, мне кажется, идеальная для вас. Или, если нас смотрят парни, то, в принципе, они могут присмотреть что-то в этом роде для своих жен или девушек. Более подробнее об этой машине чуть позже. Сразу скажу, что сегодня в этом ролике мне поможет Игорь. Игорь расскажет все технические детали об этом автомобиле. Он расскажет, что в ней хорошо, а что плохо. Он выскажет свое мнение. Покажет все минусы. Покажет все плюсы. Далее я сяду за руль, проедусь, сделаю небольшой тест-драйв. И точно так же выскажу свое мнение. Расскажу, что мне понравилось в этом автомобиле, а что не понравилось. И в конце мы подведем итоги. И скажем, стоит этот автомобиль покупать или нет. На самом деле, владелец этого автомобиля, он выставляет его на продажу. Поэтому, если нас сейчас смотрят девушки, я думаю, вам будет очень интересно. Так что, погнали! Всем привет! Я Игорь. Ну, как мы и обещали с Рустамом, сегодня расскажем про Шкоду Фабию. У нас есть вот этот яркий, это я сейчас про цвет, представитель немецкого автопрома. Простой двигатель 1.2 атмосферник, 70 лошадей, потому что у него 12 клапанов. То есть, довольно мощный двигатель для этого объема и для этой машины. Машинка приятная во всех отношениях. То есть, она довольно просторная по салону, довольно, скажем так, приемистая в движении. То есть, оптимальный городской вариант. На моторвейке тоже вам не будет сильно стыдно и не надо будет бояться больших машин. Потому что она будет стоять крепко на своих четырех лапах. По техническим характеристикам, ну, то, что я рассказал, в принципе, это более чем. Цифрами сыпать не вижу смысла, потому что не все в этом понимают. То есть, то, что у вас целый табун лошадей, 70 штук под капотом, это более чем достаточно. В ремонте, в ремонте довольно-таки экономичный автомобиль. Во-первых, он распространенный очень сильно, поэтому легко подается диагностикой, легко определяется все, как бы, непонятности с ним. Запчасти, ну, относительно недорогие. Относительно, относительно японских, скажем так, корейских автомобилей. То есть, они действительно недорогие. И, как бы, их всегда и везде можно найти и поменять, если это нужно. По техническим характеристикам, довольно-таки мягкая подвеска, приятная подвеска. То есть, не будете вы сильно уставать. Ваша пятая точка не будет болеть после длительной езды. Передача, в данном случае у нас механическая коробка. Передача переключается легко. Сцепление выжимается тоже практически незаметно. То есть, не надо определенных усилий для этого. По минусам, если честно, ну, знаешь, как говорят, хорошая машина, но Шкода, что вы на Шкода. Ну, да нету минусов у этой машины, честно. Если не ломается, то, в принципе, все будет хорошо. А если сломается, то эти минусы вам будут стоить недорого и устраняться быстро. Все остальное вам расскажет Рустам. Он вам расскажет, как пользователь, свои ощущения об этой машине. По техническим, я говорю, очень удобный, очень приятный и очень доступный автомобиль. Так, ну что, давайте попробуем. Сейчас попробую настроить. Вот первое, что мне не нравится, это вот эти кнопки регулировки боковых зеркал. Обычно она стоит в твою сторону, и ты сразу, то есть, если слева, то она будет в левую сторону смотреть, справа. А тут она размещена прямо на панели двери, и поэтому не очень удобно. Вот это получается Райт, хотя логично было бы, Райт сначала с этой, короче, ладно, хрен с ней. Насчет зеркал, насчет зеркал и обзора, Игорь был прав. Очень хороший обзор для такой маленькой машины. Что хозяину цвет не понравился, я не понимаю. Говорит, если бы не цвет, я бы ее сам себе оставил. Нормальный цвет. Это же Феррари. Ух. Да ладно. Смотрите, как тянет. Не, на третьей передаче уже слабовато. То есть, на нижних передачах еще как-то... О, какой звук. Неплохо. Для такого двигателя 1.2 очень даже неплохо. Тут бутылка шатается. Давайте посмотрим, если есть. У нее есть подстаканники. Подстаканника 2. Очень хорошо подходит для таких маленьких бутылочек, но стаканы с кофем, large Starbucks или еще что-то в этом роде, вряд ли туда поместится. Попробуем выехать на трассу, и там мы дадим ей жару. Кандей. Можно чуть-чуть похолоднее. О. Надеюсь, он работает. Тут вообще есть Кандей. А что мне нравится в этой машине, это то, что... Так как у меня Audi, а Audi, все вы знаете, принадлежит Volkswagen, и в том числе и Skoda принадлежит Volkswagen, поэтому у них в салоне все очень как-то знакомо между собой, у них очень есть много общего. Это касается, например, регулировки сидения. Вот рычаг здесь, он точно так же во всех Volkswagen и Audi, по-моему, везде в одном и том же месте. Ну что, погнали. Здесь у нас ограничение 50. Я сейчас на четвертой передаче еду уже 50. Ну, слабовато, слабовато. Ну, здесь всего лишь 70 лошадок. Как бы они выпускаются, там идет в среднем 60 лошадок. Но здесь в этом двигателе 12 клапанов, поэтому она на 10 лошадок больше, чем обычная. Поэтому, можно сказать, здесь как-то какие-то есть экстра в этой версии. Поэтому это не самая печевая комплектация этой модели. Я не знаю, я не видел просто, как выглядит комплектация победнее. Может быть, там даже и кондиционера нет внутри. Тем не менее, салон-таки довольно очень уютный. Сидения очень мягкие. У меня вообще проблемы с сидениями. Это же свои Audi, у меня кожаный салон. Такие более спортивные сидения. Они очень неудобные. Я, если там посижу где-то 2 часа на трассе, потом у меня болит спина. А здесь, я думаю, я бы даже уснул. Как холодно. Подвеска, кстати, очень мягкая. Мне это нравится. Я как бы сравниваю сейчас со своей. У меня купе. Когда купе, это сразу там подвеска немного жестче. Они делают более подспортивную. Тем более, у меня очень низкопрофильная резина. Даже мелкие камушки. Я как-то, ну, я умудряюсь их чувствовать. И, если не говоря уже вообще там о кочках, то вообще трясет. А здесь, здесь приятно. Когда стоишь на нейтралке, двигатель вообще не слышно. Круто. У меня там тарахтит просто, там трясет всю машину. Ну, у меня дизель. Давайте мы сейчас себе возьмем бургер какой-то. Сейчас заеду в Макдональдс, возьму себе чизбургер. Проще всего зайти вовнутрь. Ну, ничего, постоим. А я пока, наверное, посмотрю, что у меня тут есть интересного. Довольно-таки нормальный, удобный ручник. Кнопки. Ну, очень знакомая тема, как и во всех стандартных Вольсвагенах. Санвайзер. Ну, вот здесь смогли бы хотя бы лампочки поставить. Как-никак машина, наверное, больше рассчитывалась для женского пола. А девушки любят смотреть в это зеркало. Они смотрят не в это, они смотрят в это теперь. И раньше был такой прикол просто. Для чего использовали зеркало заднего вида? Больше всего для того, чтобы покраситься. Ну, это стереотипы. Я не хочу, чтобы сейчас обижались все девушки, которые смотрят. Просто я помню всех своих знакомых, которые ездили на машинах, раньше использовали только зеркало заднего вида. Сейчас вот для них специально делают такие санвайзеры. Причем давно уже. Но лампочки стоят не во всех. Поэтому я думаю, здесь можно было влепить хотя бы здесь. Ладно, там уже не говоря уже о зеркале пассажира. Радио. Сувеллера радио. Что я сделаю? Довольно-таки неплохой, очень приятный мафон стоит. Родной, вольсвагеновский. Если я не ошибаюсь, вольсвагеновские мафоны также стоят на Бентли. Поэтому я раньше, когда смотрел на них, думаю, что это очень знакомо. Почему они все такие одинаковые. Оказывается, это все вольсваген делает. Я люблю такую музыку. Звук довольно-таки неплохой, качественный. Я даже понятия не имею, какая фирма ставит колонки стерео на вольсвагене. Но очень неплохой. Сцепление очень приятное. Кстати, как только я сел за руль этого автомобиля, я сразу сбросил MPG до нуля. Я хочу просто проверить, насколько она экономная. Немногие говорили, что она очень хорошо в городе расходует бензин. Там в среднем, по-моему, идет до 50 MPG. Посмотрим. Все зависит от того, как ты ездишь, конечно. Спасибо. Спасибо. Сейчас заодно посмотрим, вместится ли этот большой стакан в этот подстаканник. Он ее влез. Кстати, я заметил, здесь нет прикуривателя. Я сам как бы не курю, но в гнезде, где должен быть прикуриватель, есть вот такая вот затычка, где написано, сколько там вольт. Я так увлекся этим тест-драйвом, что я с Альпертона уехал аж на Брэнкросс. Кстати, машина довольно-таки высокая. Потолок между головой моей и потолком есть еще сантиметров пять. Это тоже прикольно, потому что я как бы не самый короткий человек и не во всех машинах мне бывает уютно. Но я, например, не ожидал, что в такой маленькой и компактной машине я даже не буду своей головой и своей прической и спайкой хоть как-то задевать там потолок. Ну, давай, кто сильнее. Ох, мы мерз сделали. Я же говорю, Феррари. А сзади, сзади, Бэха, короче, сидит такая на хвосте и думаю, что ты так медленно едешь. Чувак, подожди, у меня тут мотор 1.2. Вот что мне здесь нравится, тут можно спокойно на 4-й передаче ехать со скоростью выше 40 миль в час, то есть там где-то 45 миль в час. На моей Ауди я даже до 40 не дохожу на 4-й передаче, у меня уже мотор там, переключи меня на 5-ю. А здесь вообще его практически даже не слышно. Что касается шумоизоляции, вообще класс. Сидишь как будто в бункере каком-то. То есть как бы внутренняя даже шумоизоляция сделана очень качественно, двигатель практически не слышишь, даже когда едешь там на скорости. Но наружнее еще лучше. Сейчас хочу попробовать, есть ли этот такой стык, когда ты едешь на первой передаче, жмешь где-то до 2000 оборот, а потом отпускаешь резко, он есть, есть небольшой, но плавный, и не сразу, то есть как только ты отпускаешь газ, чуть-чуть не есть, но он не сразу, это хорошо. Просто мне не нравится, когда ты только отпускаешь газ, и у тебя сразу так раз дергает вперед, ну а здесь где-то промежуток есть около секунды-полторы, наверное. Попробуем еще на второй передаче. Страфик небольшой, попробую. Здесь уже помягче будет. Ну, в общем-то, неплохо, даже очень неплохо. Салон, кстати, здесь довольно-таки простой, и опять же, я вот всегда, когда смотрю на маленькие машины вроде этой, этого класса, я всегда представляю, что внутри тяжело поместиться, особенно сзади, тяжело уменьшиться, поместиться человеку с длинными ногами, как мне, например. Но я так смотрю, если подвинуть, например, переднее сидение пассажира до среднего уровня, чтобы как бы вперед уселся человек с длинными ногами, то есть сзади там вообще просто океан, там полно места. Это круто. Сама панель сделана, так сказать, на среднем уровне, то есть он как бы, он как бы выглядит неплохо, но он, сам вот этот пластик, как бы, это не худший вариант, потому что я видел в Вольсвагенах полу, есть еще и просто вот так стучишь, там пластмасса одна. Мне кажется, главную изюминку этому салону, этой панели придает этот мафан. Он выглядит очень серьезно. Такие даже можно встретить на не самых дешевых версиях Вольсваген полу или даже Гольфа. Но это Шкода. Машина, кстати, на самом деле очень экономичная. Я после того, как сбросил и начал этот тест-драйв, проездил около часа, наверное, и расход у меня сейчас показывает 40 MPG. То есть это очень-таки довольно неплохой расход для этой машины. Интересно, какой пробег у него? Посмотрим. А, вот и пробег. 39600 для 7-летней машины. Это вообще класс. Это новая машина, блин. Так, ну что, покатаемся по дворам, посмотрим, как она ведет себя в тесных условиях. Руль, кстати, очень удобный. Не покрытие его, а покрытие, ну, так себе, бичевский вариант. А вот, а вот сам усилитель у него очень приятный. Сделан, как говорится, для женских рук. Машина немного, кстати, так наклоняет, когда ты попал в резких поворотах. Такое ощущение, что, может быть, потому что она немного узкая, такое ощущение, что я сейчас просто перевернусь. Ну, вряд ли это случится. Тем не менее, придает такое не совсем приятное ощущение. Вот, вот, вот эта кочка мне не нравится. Классно. На моей машине я каждый раз, когда проезжаю эту кочку, у меня просто такое ощущение, что у меня сейчас все развалится внутри. А это хоть бы что, даже не почувствовала. Я думаю, парковаться на этой машине не составит никакого труда, тем более для девушек. У него, кстати, классно выворачивается руль. Поэтому я, кстати, что заметил, я не видел никогда капота. Может быть, я просто очень низко сижу. Ну, вот это более мой вариант. Я не знаю, почему я сразу не поднял свое сидение. Но все равно я не вижу края капота. Но он и так маленький. Там, в принципе, с этим проблем не должно быть. Если ты паркуешься, ты со временем, наверное, привыкаешь. Ты знаешь, ты чувствуешь, где у тебя края. Так что, мне кажется, вообще просто супер. Очень удобная машина. Что касается задних сидений, как я и говорил, с виду, кажется, что здесь очень просторно. И я не ошибался. Здесь вполне может уместиться очень длинный человек, вроде меня. Ну, не очень длинный, но я, например, метр восемьдесят три. И я себя вполне комфортно чувствую. Я попробую приподнять подголовники. Так, с приподнятым подголовником тут вообще классно. Здорово. Вообще, сидения, конечно, сзади не такие мягкие, как спереди, но что я жалуюсь? Это Шкода. Давайте посмотрим на багажник. Багажник вполне уютный. Мне кажется, здесь спокойно уместится два больших чемодана и еще пару сумок. Задние сидения опускаются, скорее всего. Обычный уютник стандарт. Да, я прав. Задние сидения опускаются. Это классно, потому что в этих случаях можно даже провести более обширный груз. Например, шкаф какой-нибудь с Икеей. Двери на этой машине закрываются очень плотно и очень спокойно. Вот я сравнивал заднюю дверь с передней. Передняя обычно больше всего, быстрее всех изнашивается, но даже передняя дверь приятно закрывается. Кто бы мог подумать, что такая маленькая машина, в принципе, имеет столько места внутри. Итак, друзья, я только что прокатился на этой Шкоде и хочу сразу подвести итоги вместе с Игорем. Сразу скажу, что мне понравилось в этой машине, это то, что она очень мягкая, у нее очень мягкая подвеска. Как я уже говорил раньше, все эти кочки, мелкие, большие камни, на что бы ты ни наезжал, ты их практически вообще не чувствуешь. Это один плюс. Второй плюс, что мне понравилось, это там очень много места. Несмотря на то, что машина как бы так по сути, вот посмотришь на нее снаружи и ты думаешь, что что-то можно поместить. Это вообще просто какой-то коробок спичек. Да, но садишься вовнутрь, ты просто офигеваешь, сколько там в ней места. Мало того, что если даже вот так посудить, два пассажира с длинными ногами, с нормальным средним или выше среднего роста, сидят спереди, то сзади ты можешь посадить пассажиров с таким же ростом. Что мне еще понравилось в этой машине, это, наверное, шумоизоляция. Это, наверное, самое главное, что мне понравилось в этой машине. Это, ну, одно из самых главных деталей. То, что ты когда едешь на трассе со скоростью 40-50 миль в час, ты практически не чувствуешь, не слышишь мотора. И вибрации нету в принципе. Только если ты, конечно, там идешь, надаешь на газ, найдешь на обгон, ты чувствуешь какую-то вибрацию, ты немного слышишь мотор. Это есть какой-то небольшой минус. Но в принципе, когда ты останавливаешься, например, на светофоре и стоишь на нейтралке, про мотора вообще не слышно. Поэтому внутренняя шумоизоляция вообще просто превосходная. И также мне нравится шумоизоляция наружная. То есть ты не слышишь машины, которые тебя обгоняют, или фуры, которые проезжают в другую противоположную сторону. Опять же, может быть, я потому что сравниваю со своей машиной, с кабриолетом, у которой откидной вверх, а там шумоизоляция не самая крутая. Но тем не менее, я как бы не ожидал от такой маленькой машины. Я всегда считал, что шумоизоляцию, наверное, над ней хорошо работает в машине класса Е. Ну, выше класса. Да, выше класса. А тут маленькая малолитражка, 1.2 двигатель, блин, и вообще все четко. Ты сидишь как в бункере. Это круто. Это при том, что Skoda стоит в два раза дешевле Volkswagen от того же класса. Да. Кстати, как я говорил, что эта машина немного форсированная. То есть это послерестайлинговая версия Skoda Fabia. Несмотря на то, что она 10-го года, то есть ей 7 лет уже, у нее всего лишь пробег 39 тысяч с половиной. То есть даже 40-ка нету. Она практически новая для своих годов, для своего возраста она практически новая. Я просто покупаю машину там за 2007-го года, ей уже там за 170... За те же деньги. Ну, не, еще ниже, ниже. Получаешь в два раза меньше комфорта. Ниже, ниже, ниже. Но дело не в этом. Дело в том, что редко сейчас в наше время найдешь машину с таким возрастом, с таким пробегом. Это тоже круто. Это плюс. Поэтому у нее, вот по моему обозрению, то, что я вот посмотрел, и мое мнение, мне кажется, ее плюсы значительно перебарщивают все эти минусы, которые у нее есть. А минусы... Какие минусы? Я вообще о них говорил. Минус, то, что мне не понравилось. То есть это тот стык, о котором я рассказывал, когда ты едешь в трафике, скажем, на первой передаче, ты даешь газу, доходишь до 2000 оборотов, и потом резко отпускаешь газ, она дергается. Но она дергается не сразу. Дальше. Второй минус, что мне не понравилось, это когда ты заходишь на поворот, так как машина немного узковатая, как вы заметили, тебя реально вот как бы немного так кидает, там, и поворачь направо, тебя закидывает налево. Поворачь налево, тебя закидывает направо. Ну, у тебя такое ощущение, что сейчас тебя просто сиденье выбросит, если бы не ремень безопасности. И еще, что мне понравилось, это боковая поддержка на сиденьях, да, у водителя и у пассажира. Она настолько плотно тебя держит, придерживает, что ты себя как-то чувствуешь более безопаснее в ней. Еще мне понравилось, это, ну, это мелкие детали, это, наверное, бак открывается на ключе, мне это бесит. Это неудобно, да. Это очень неудобно. Еще, но, в принципе, фанаты, любители Вольсвагенов, которые имеют не только Вольсваген, но, например, Ауди, потому что все они под одной ходят, крыша, это все Вольсваген. Поэтому, если у вас есть Вольсваген, или вы ездили когда-то на них, или ездили на Ауди, вы, вы, вы садитесь в этот автомобиль, в принципе, он для вас, он для вас, он как какой-то, как свой родной, потому что все вот эти рычаги, кнопочки, они все знакомые, они стоят все там же, где и стояли там у вас на Вольсвагене, где-то на Гольфах или на Ауди. У меня практически все то же самое, что и в этой Шкоде. Ну, стоит это удовольствие, в два раза дешевле. Да. Теперь я даю слово Игорю, хочу послушать, согласен ли он с моими выводами по поводу этой машины, и что ты думаешь в общем, и для кого она предназначена. Потому что я ее характеризировал как для человека, который, во-первых, это женского рода, это молодая мама, которая, кстати, может сзади спокойно посадить своих трех детей с креслами, ну трех, не знаю, но двух, то есть посередине тоже. Ну, давайте так скажем, даже троих детей, если вы мать, если вы мать троих детей, вы спокойно посадите сзади троих детей, еще спереди мужа посадите, если у него машина сдохла в этот момент. Так что давайте послушаем теперь Игоря, что он скажет, а потом подведем итоги. Ну, по сравнению с уставом, я не так буду щедр за эпитеты, я все-таки технар, сухарь, но я с ним согласен. Я сам ездил на этой машине, и мне реально все понравилось. Причем, при том всем этом, да, что как бы любители и тюнители, и фолькшвагенов, да, удивит очень одна простая вещь, что все это вы получаете за пол цены. И это как бы реально компенсирует практически все минусы этого автомобиля. То есть я понимаю, да, что шильдик, он не выглядит, да, так круто, как на фольксвагене или как на ауде, да, но если вы не ищете понтов, то это автомобиль для вас. Это действительно очень удобный и удивительно вместительный автомобиль для городской езды. но он вам не создал проблем на моторвейке. Поэтому, если кто ищет новую машину, такого, скажем, полусемейного порядка, да, обратите внимание на эту модель. Не самая плохая модель от фолькшваги. Итак, друзья, мы подвели итоги. В принципе, этот автомобиль просто идеален для городской езды, особенно если нас сейчас смотрят девушки. Мне кажется, это то, что вам нужно. У нее всего лишь 40 тысяч пробега, ей 7 лет. Она стоит всего лишь 3,5 тысячи фунтов, и это оно. То есть вы еще можете договориться. И плюс ко всему этому вам еще дается 3 месяца гарантии на основные агрегаты. Это на узлы, на подвеску, двигатель. Поэтому, мне кажется, это очень даже нормальный автомобиль для повседневного вождения. Особенно, я думаю, если бы я был бы девушкой, я бы сразу уже сел бы в этот автомобиль и поехал, блин, серьезно. Тем более цвет, ну просто, это Феррари, посмотрите. Цвет этой машины, мне кажется, даже может подойти к цвету вашего лака на ногтях. И даже к лабутенам, то есть к подошве лабутенов. Но вряд ли вы поедете на этой машине с лабутенами куда-то либо поехать на Шкоде. Это уже ваше решение. Поэтому делайте для себя какие-то выводы. Я вам рассказал, в принципе, я вам рассказал это все так образно, как обычно, в общем, что в ней хорошо, а что в ней плохо. Минусов, как ни странно, оказалось меньше. Я просто не удивлен, потому что пробег у нее очень довольно-таки низкий для ее возраста. 40 еще тысяч миль нету. Это очень классно. И если вас заинтересовал этот автомобиль, вы можете лично приехать и сами попробовать его пощупать, все потрогать, погонять на нем. Номер телефона я оставлю в описании этого видео. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы, звоните, пишите хозяину, он с радостью вам ответит. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok